Сегодня у нас урок, очень необходимый для всех, кто рисует портреты человека. Мы берем примеры у старых мастеров. И главным учителем у нас является Леонардо да Винчи, который нам рассказал с математической точностью, почему он ставил два освещения слева и сверху на портрет. Почему он это делал? Вот у нас в руке гранат, это шар, да? Так же, как человеческая голова, вот он, шар, да? И вот смотрите, если мы будем делать освещение только слева направо, мы только покажем вот этот объем. Свет, полутон, тень, правильно? Но если мы еще будем сверху светить на этот плод, то мы покажем светотень сверху вперед и вниз. Получается объем слева направо и сверху вниз. Получается двойной объем. И тогда, если двойной объем мы можем изобразить, как Леонардо это сделал, у нас получается скульптурное изображение. Мы его как будто можем потрогать со всех сторон, да, этого человека. Ну, голову человека, круглую. Вот, пожалуйста, рисунок. А, конечно, он был очень сильный рисовальщик Леонардо. Он просто на кончике карандаша или угля, как бы, как препарировал, да, человеческий образ. Он смотрел, где кости какие проходят, где какие мышцы, как глаз вставляется, как носогубная складка. В общем-то, он все знал, что происходит под кожей человека. Я сейчас покажу вам несколько примеров леонардовских рисунков. И потом сами возьмем и сделаем рисунок вот этой Мадонны. И посмотрим, как мы сможем сделать освещение слева направо и сверху вниз. Вот Леонардо да Винчи преследовал людей, которые ему были интересны. С горбинкой нос, какие-то отклонения, какие-то глазницы интересные. Вот посмотрите, какой-то такой старикашка, да, который, ну, просто на грани с уродством. Ну, и с другой стороны, он и любил и прекрасных юношей. И главным у него помощником был свет. Леонардо очень, как вам сказать, ну, преклонялся перед тем, что освещенность играет очень важную роль. Я пока вам показываю графику, потому что мы изучаем леонардовские действия математические вот эти. с освещенностью. Пока только по графике. Ну, сейчас вы посмотрите, насколько они в живописи тоже нужны. Посмотрите, а здесь он сделал что? Здесь он сделал на эту Мадонну справа освещение и сверху, да. Обычно люди делают с одной стороны только свет. Леонардо делал свой портрет объемным до такой степени, что его можно было обнять и поцеловать. Вот так вот. Вот эта девушка, которую мы будем писать. Ну, рисовать. Мы будем рисовать. Вот, посмотрите, какие образы прекрасные. То есть он не только уродов рисовал. Он рисовал прекрасных юношей, девушек. Вот его Иоанн Креститель. Здесь вообще вот это освещение только сверху. Представляете? Вот он сделал. Ведь Иоанн Креститель – это какой-то святой, да, рядом с Иисусом, который был. И, конечно, на него свет изливался типа сверху, там, где Бог есть. И вот он ему осветил. Смотрите, самое светлое место. Это лобная кость и вот чуть-чуть носовой кости. Вот. Все остальное раз и пошло в тень. Вот так. В полутон и в тень. Глазницы полностью в тени у него. Так. Дальше пошли. Вот это, конечно же, прекрасная работа. Мария сидит на руках у своей мамы, у Анны. А у Марии на руках сидит Иисус. И рученьками и ноженьками держит вот такого бяшу. И вот это вот четыре фигуры, три человеческих и одна животная, переплетены в одну горообразную композицию, которая тоже освещение идет справа и сверху. Вы понимаете, что он делал? Он так делал, что можно было вот у Иисуса самое светлое место на лобной кости, а все остальное. А, и вот здесь вот на трехглавой мышце. И все, все остальное раз и расплавилось вниз. Вы понимаете, что он, чего он достигал? Он достигал, что мы можем этого человека вот так прямо обнять, взять. То есть он, скажем, просто был скульптором. Живописным и графическим скульптором. Сейчас покажу еще. Ну, конечно же, Джоконда. Сейчас, давайте мы ее посмотрим живьем. Вот она, Джоконда освещение сверху, слева и спереди. Посмотрите, как мало тени здесь. Здесь тень нужна только для того, чтобы показать немножко объем. А в основном-то, посмотрите, как будто бы софит отсюда, как будто софит отсюда и как будто спереди софит. То есть он свету здесь предпочел очень, 90% здесь света. Маленький полутон и маленькая тень. Понимаете? Он все время себе ставил разные задачи. Так, сейчас, сейчас, вот моя любимая. Картон этот, вот то, что мы сейчас изучали с вами. Но это чуть-чуть другой картон. Мария, Анна, Иисус, Иоанн Креститель. Так, вот этот картон, он красивейший. Это графика. Представьте себе, что здесь очень много материалов графических. И вот если мы с вами попробуем сделать таким образом, живописным образом, то есть масляными красками, вот такой эффект, значит, у вас будет еще один выход для того, чтобы в свои натюрморты и в свои композиции вводить рисунки старых мастеров, которые бы уподоблялись графической технике. Вот для этого нам и нужно носок и лезвие. А сейчас вот назад листану и сейчас смотрите. Посмотрите, какое у них освещение. Сверху и справа глазницы, как дыры туда ушли. Теневая часть туда ушла, а он преследует своим белым мелком только лобные кости, только нос и немножко левой скулы. Все остальное ушло в полутонных тень. А у Марии, это Анна, а у Марии наоборот. Лицо освещено как бы справа, и тени уделено мало внимания, и глаза в полутонии, но не в тени. И получается, две головы освещены одним источником света. Сверху и справа. Очень красивая графика, почти живописная. Мы с вами попробуем такое сделать. Оно меня очень вдохновляет. Ну и, конечно, остальные его работы. Вот Мадонна Лита, посмотрите. Мадонна Лита, это ранняя его работа. Освещение слева и сверху. То же самое у Иисуса. И очень мало места дано тени. Очень мало места тени дано. Чуть-чуть полутончика. Ну, посмотрите, какие яркие цвета, да, рядом. Ну, освещение, это конек его. Ну, вот его вот этот ангел тоже. Посмотрите, освещение слева и сверху. Сверху и слева. Ну, давайте попробуем. А для вдохновения все-таки давайте откроем вот эту мою любимую графику, которая, я считаю, даже превосходит ту самую живопись, которую он делал в итоге. Мы видали.